Всем приветики мои хорошие! Сегодня у меня для вас очень интересное видео. Во-первых, это видео из моей рубрики Никогда такого не делала. Сегодня я буду пользоваться гелевой подводкой. Знаете, такие в баночке, коварные подводочки. И второе, в этом видео я хочу повторить макияж еще одного визажиста, Томина Makeup. Это белорусский визажист. Она делает такие макияжи, что просто у меня сердце останавливается, когда я их вижу. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной, потому что макияж довольно-таки простой. Его можно будет повторить, и вы увидите, как я мучаюсь с гелевой подводкой. Так что, приятного просмотра! Поехали! Итак, ребят, вот так вот выглядит гелевая подводка, которую сегодня буду пробовать. У меня на самом деле есть еще гелевая подводка от Inglot. Но, к сожалению, спустя время, конечно же, она так подсохла. Мне приходится ее разбавлять с дюралайном. Она работает, в принципе. Но почему-то мне она как-то не нравится. С ней я не могу справиться. Мне не нравится то, что она смывается очень-очень тяжело. Ну, серьезно, очень тяжело. На самом деле, намного тяжелее найти правильную кисточку для того, чтобы наносить эту гелевую подводку. Вот с этим, блин, просто мучение. В этой же, да, наношу консилер от Makeup Revolution. В этой же подводке мне нравится то, что к ней в наборе шла вот такая вот кисточка. И она удобная. Вам честно скажу, что я уже пробовала, в принципе, эту подводку. Тестировала ее, делала в ней стрелки. Хотела сначала узнать, насколько же проще в ней делать стрелки. И что я вам скажу, да, мне понравилось. Мне сейчас как-то даже интереснее делать этой подводкой стрелки, нежели классическими подводками. Буду сегодня использовать палеточку от Анастасии Беверли Хью Солтри. Она у меня заляпана в тональном креме от Estee Lauder. Для начала возьму вот такую пушистую растушевочную кисточку. Наберу оттенок Fresh, самый светленький в этой палеточке. И нанесу его под бровку и чуть-чуть заходя на складку. Затем беру также пушистую растушевочную кисточку. Набираю оттенок Twig. Это такой прохладный коричневый. Набираю его не сильно много. И еле-еле касаясь, наношу в складку. Но здесь у нас будет один нюанс. Наношу я в складку где-то, начиная отсюда, не с самого внешнего уголка, а почти от середины глаза. Еле-еле касаясь сначала, потом постепенно нажимаю. И завожу вот сюда вниз, на внешний угол глаза. Затем на кисточку бочонок я набираю оттенок Distopia, темно-коричневый просто цвет. И наношу его уже на внешний угол глаза сначала. Хорошенечко растушевываю цвет к середине века. И затем увожу уже немного в складку. Но не до самого внутреннего уголочка, а опять-таки где-то на серединке вот здесь останавливаюсь. Такой получается немного недокрашенный глаз, как будто бы. Вот здесь вот я хорошенечко все растушевываю. Беру кисточку с предыдущим оттенком, не набираю его. Просто вот здесь опять растушевываю все границы. Даже во внешнем уголочке. Затем для чистоты макияжа надо сделать такой легкий каткриз. Набираю консилер на руку, беру маленькую синтетическую кисточку. И вот здесь во внутреннем уголочке делаю каткриз. Но делаю его немножечко дальше. Отступаю от внутреннего уголочка совсем чуть-чуть. И веду консилер. Где-то вот на этом кусочке останавливаемся. Растушевываем консилер. Это у нас такой эскиз макияжа на данном этапе. Потому что как только мы нарисуем стрелку, у нас все изменится. Мы начнем добавлять коричневый оттенок, черный, бежевый. Ну, короче, начнем немножечко разгуливаться. Беру кисть тоже от Maybelline, которая шла в наборе. Подводку. И сейчас просто не дыша буду рисовать стрелку. Стрелка такая у Томиной очень размашистая, широкая. Она, в принципе, их очень любит. Но надо еще ориентироваться на своих глазах. Я буду делать стрелочку с такой ступенькой. Отступаю вот здесь и начинаю рисовать стрелочку вверх. Она у нее такая довольно широкая. И вот сейчас я уже смотрю, и мне бы хотелось чуть-чуть подальше хвостик подвинуть. Беру ватную палочку, и сейчас буду стирать это все. И еще раз рисую хвостик. Чутка подальше. О, вот это направляющая правильная. Так, затем нам нужно вот такую вот прямую нарисовать. Боже, как это сложно делать на левом глазу. Если бы кто знал. Так, ну прямая получилась. Вроде нормасток. И теперь буду достраивать основную стрелочку. Чтобы у меня не было никаких заломов, изгибов при открытии глаза. Так, ну в принципе основа стрелки у нас готова. Теперь я хочу поработать с этим хвостиком, с этой полосочкой, которую мы нарисовали. Во-первых, вот здесь все привести в порядок. Я всегда делаю себе стрелки. Крыло самолета, потому что у меня здесь есть нависание, разнообразные складочки. Для меня намного важнее, как я смотрю на людей, чем при закрытом глазе, как там выглядит стрелка. И навожу вот эту вот полосочку. Делаю ее чуть-чуть подлиннее. Увожу вот сюда немного в складку. Ну, в принципе, самое страшное закончилось. Этой же черной подводкой мне надо прокрасить верхнюю слизистую. Готово. Потом с нижней слизистой я уберу подводку. Ее там не должно быть совершенно. Давайте заканчивать с верхним веком. Когда мы построили вот эту форму нашей стрелочки, теперь нам нужно ее затемнить черным оттенком. Но для начала я хочу продублировать все то, что мы сделали. Я набираю светлый коричневый оттенок на пушистую растушевочную кисть. И вот здесь вот еще раз, все раз подтушевываю, добавляю цвета. Не переживаю и не боюсь зайти вот сюда вот на стрелочку, но только на краешек. На внешний угол сильно не захожу, не набрасываемся туда. Затем я беру ту же кисточку бочонок, набираю темно-коричневый оттенок. И здесь уже во внешнем уголочке его активнее так добавляю. И чуть-чуть в складочку завожу. Затем для начала я хочу на вот такую вот малышечку набрать черный оттенок. Убираю излишки. И добавляю вот сюда на внешний уголочек глаза. Как будто бы заполняю наши контуры. Так, этот хвостик аккуратненько. И растушевываю именно по верхнему веку, не заходя в складку этот цвет. Затем на вот такую скошенную кисточку можно взять какую угодно, лишь бы было удобно нею прокраситься вот сюда, ко внешнему уголку. И заполнить вот это пространство черным цветом. И вот здесь плавно-плавно стушевываю черный оттенок. Затем на вот такую маленькую кисточку я набираю оттенок Pearl из этой палеточки. Просто цвет шампанского, по сути дела, сияющий. Наношу его вот сюда на внешний угол глаза кисточкой сначала. Завожу его вот сюда уже повыше. Там, где у нас каст-криз заканчивается. Затем набираю на палец этот оттенок. И аккуратно наношу на все подвижное веко. Вот здесь поближе к стрелочке, к самой я прохожусь кистью. Ну и на внешнем уголочке бочонком вот здесь вот я растушевываю границы. Так, контур стрелки я закрасила немножечко там, где я залезла случайно сияшечкой. И все, в принципе, макияж готов. Все мы с вами растушевали, подтушевали. Вот так вот вся эта конструкция выглядит. Сейчас осталось дорисовать второй глаз в такую же стрелку. Я не знаю, как я ее сейчас нарисую. Ладно, на правом глазу у меня немножечко попроще ситуация. И к вам вернусь с законченным уже макияжем и образом. Итак, ребят, я закончила свой макияж. Добавила по слизистой белый карандашик по нижней. Посмотрела на фотографию. Там у модели вроде как что-то такое есть. Ну и нюдовые глянцевые губы на модели то же самое. Использовала для этого карандашик от Lamelle в оттенке 07. И вот такой вот прозрачный Gloss Blask тоже от Lamelle. Эти губы это вообще что-то с чем-то так же сочно и красиво смотрится. Я не могу. Ну что ж, друзья, вот такой вот макияж у меня получился. Я пока что до конца не распробовала подводку от Maybelline. Буду еще ее тестировать. Впереди куча-куча макияжа. И, наверное, как-то расскажу о своих выводах по поводу подводки. Ну а сегодня мне все нравится. Я прям в восторге. Очень такой дорогой, богатый макияж получился. Что ж, друзья, спасибо большое за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь, жмите колокольчик уведомления о моих новых видео. Пишите ваши комментарии, мнения по поводу макияжа сегодняшнего. И, конечно, напишите ваше мнение по поводу подводки от Maybelline. Будет интересно почитать, у кого она есть. Ну а я всех целую, обнимаю и пока-пока!